На голове, правда, твои добродетельные дела, твоя богобоязненная жизнь, твое умение вести семью, твое желание и служение Господу, оно станет твоим венцом, который украсит твоего мужа, так? И он будет хвалить тебя, он будет радоваться и будет говорить, хорошую жену не дал Господь. Но ты должна понимать, что я говорил так много его обязанностей, и что он должен делать, что муж является тебе главою, а ты должна быть для него помощницей. Ефесянам 5.33 записано, жены должны почитать мужей также. И если найдешь нужную минуту, когда ты хочешь говорить с ним официально, говори к нему, Давид Владимирович, и он сразу в одно мгновение встанет на свое место, почувствует, что он глава семейства. Проблема, что многие жены никогда так не говорят для своих мужей. Вы знаете, однажды я в нашей церкви уже очень давно проводил семинар семейных отношений, и просто вот эту истину рассказывал для всех. И вот после, наверное, семинара на второй день я хожу по хамдыпу, потому что свои проблемы имел, как говорится. Телефонный звонок поднимаю, звонит один брат нашей церкви, и таким, знаете, у него громкий очень голос был, говорит, что ты наговорил вчера вечером на семинаре для моей жены, я чуть аварию через нее не сделал. Я так, знаете, немножко, даже у меня так похолодело внутри, думаю, ну что же я смог сделать? Потом слышу, он смеется в трубку, говорит, спасибо, пастор. Меня жена позвонила и по телефону сказала, мой дорогой возлюбленный, когда же ты приедешь домой? Я, говорит, за жизнь свою такую не слыхал от нее, я руля бросил. Моя ли жена? Мне, говорит, мой дорогой возлюбленный. Если вы так не делаете, попробуйте в вашей семье. Возможно, в этом многие проблемы бывают в семьях, когда мы забываем, говорит нашим женам, красивые, добрые слова. И жены для своих мужей также красивые и добрые слова. Скажу, что в бытие записано есть это, что жене никогда не следует подобно Еве просить мужа послушаться Бога. Мы живем в такое время, когда жены, обладая своим уникальным характером и свойством, очень часто говорят, милый мой, да кто видеть будет, давай будем так делать. И нарушают библейские принципы. Не делайте этого. Бог желает, чтобы вы были послушны Слову Божьему. И в первом послании Коринфянам 7, 10 написано, что ты должна быть верной жене, не разводиться с мужем. Также написано, Крымли нам есть, и это и в других местах Священного Писания. Простые очень Божьи требования Священного Писания. Давид, улыбнись. Совсем пройдет очень мало времени. И ты будешь представлен здесь, как муж для этой прекрасной молодой девушки. Пройдет еще немножко времени, когда ваша молодая семья оставит друзей, отца и маму, и у вас будет создан свой уголочек. Не знаю, проведешь ли ты ее в большую уютную квартиру, или по скромности снимите одну комнату, одну бедрумную комнату, так будете жить вначале, или будешь иметь большой дом впоследствии. Бог только знает планы о вашем материальном благословении. Но я хочу тебе сказать, ты станешь главой семейства. И от тебя зависит, как пойдет дальше твоя семья. Чем ты будешь кормить эту семью? Насколько ты мощно гвоздями прибьешь вывеску «Прайват» друзьям не заходить, и к Христу порой туда не заходить, потому что мы одиноко живем вот здесь, это нам нравится. Сделайте так, и сделай так, чтобы в вашем доме всегда был жертвенник, на котором ты и Анжелика возносили молитвы пред Господом. Вначале за себя, потом, может быть, за деток, если Господь даст вам, за ваши нужды, за переживания, за друзей, за родителей, жертвенник должен быть устроен тобою. И от тебя это зависит. Будь священником в твоем доме, и будешь иметь большое благословение. Анжелика. Так же пройдет несколько часов, и перед вами начнется абсолютно новая жизнь. Вы будете вдвоем. Ты строила планы до этого в твоей жизни так, и вот двери в семейную жизнь предстоит открыть тебе и устроить свой дом. Я хотел бы, чтобы ты зашла в этот дом правильно и с благословением, и устроила его так, чтобы муж радовался. Все говорили, что это воистину благословенная, мудрая жена, устрояющая свой дом. Зайди в этот дом, имея великий большой тайтл. Жена Давида. Он в трех званиях. Возлюбленная жена, добрая жена и богобоясненная жена. И тогда ты переживешь потоки Божьего благословения. Скажу откровенно, многие желали иметь благословение в семье, но не захотели принять на себя вот этот тайтл. Они желали просто оставаться с женой, но не богобоясненной женой. Они не хотели быть добродетельной женой, хотели быть просто женой и жизнь для них. Это просто, знаете, прожить так, чтобы было интересно так. Но ты сделай так, чтобы... А тебе сказали, ты превозошла всех. Ты лучше всех. Запомни, что Бог определил тебе особую роль в твоей жизни, быть помощницей в жизни твоему дорогому возлюбленному, а также поручил дополнить его и сделать совершенным твоего возлюбленного будущего супруга. Вопрос к молодой паре. Вы согласны с брачным наставлением, с тем, что я говорил? Согласны? Хорошо. Тогда мы вас на минуту оставим полюбоваться друг другом. И я хочу предоставить перед особо важным моментом сегодня свидетелей, которые будут сегодня подтверждать того, что вы сейчас скажете перед Господом и что будет записано в памятной книге. Озвучу сейчас свидетелей. Первым свидетелем становится Господь Бог и ангелы небесные, церковь Божия. У нас есть very important person здесь, родители, которые дали жизнь для этих молодых людей. Я хочу вам представить сегодня отца и маму нашего жениха и невесты Любовь и Леонида Кульчинских. Пожалуйста, поднимитесь. Также желаю представить Жанну и Владимира Чайковского родителей нашего жениха. Дорогие родители, я осмелюсь оставить мое место и подойти к вам ближе. Это ваши дети, это ваши сокровища, самые драгоценные, которые, наверное, есть в нашей жизни. которые мы любим, правда? Вы помните день или, может быть, была ночь, когда в мир явилась Аджелика? Вы помните, когда в мир явился Давид? Вы выбирали имена для них и для вас это было самое сладкое? Вы помните, когда они делали первые шаги свои и как вы заботливо поддерживали? Вы помните, когда покупали первые игрушки и помните первое слово «мама»? Вы помните детский леп и тата? И помните отцы, когда они были у вас на плечах? И вам казалось, что нету более ничего, никого прекрасного, как вот эти молодые люди, ваши дети? ну вот они сегодня перед вами. Они создают свою семью. Я хочу вас спросить сегодня, дорогие мои, самое дорогое сокровище ваше, вы благословляете для того, чтобы они были одной семьей? Вы готовы их отпустить дорогу, которой они пойдут? готовы. Да благословит вас Господь. Я попрошу сейчас, пожалуйста, родители, присядьте, молодых людей повернуться друг ко другу. Возьмите за руки. Давид, посмотри внимательно в глаза самой дорогой для тебя девушки, самой красивой и прекрасной, которую ты берешь за законную жену. Обещаешь ли ты перед Богом, перед церковью и родителями любить ее, уважать, обращаться бережно, как и с драгоценным сокровищем? Обещаешь ли ты жить с ней неразлучно, доколе смерть не разлучит вас? Согласно Божьему постановлению, обещаешь ли ты для нее верность? Скажи, пожалуйста, свое обещаю. Обещаю. Аджелика, перед тобою самый дорогой для тебя любимый человек, обещаешь перед Господом церковью, родителями всю жизнь любить и уважать его? Обещаешь ли покоряться ему, как мужу? Обещаешь ли ты жить с ним неразлучно, в радости или в горы, в слабости или в здоровье, в бедности или в богатстве? Этими словами обещаешь ли ты для него свою верность? Скажи свое. Обещаю. Обещаешь. друзья мои, я приглашаю вас подняться всех на ноги. Сейчас будет молитва, которая должна заключить или подвести итог тем словам, которые они сказали перед небом. Обещаю. Порядок молитвы будет такой. Первый будет молиться церковь, будем молиться мы. Потом будет молиться невеста и будет молиться жених. Потом родители невесты, они пройдут вперед и первой будет молиться мама, за ней будет молиться отец. Потом пройдут наверх родители Давида и первой помолится мама и затем помолится отец. Почему я приглашаю пройти вперед, возможно, нарушаю какие-то каноны, которые иногда заведены среди людей, потому что родители имеют величайшее право благословлять своих детей и забрать от детей благословение родителей, чтобы отцы не протянули священники руки и не благословили своих детей. Это является нарушением, в некотором мере, слова Божьего. Родители пускай благословляют своих детей. После этого я буду молиться за благословение. Если есть брат Павел, пастор поместной церкви, я бы его просил бы также сюда подойти и принять участие в молитве благословения. А сейчас, дорогие, готовы ли вы молиться? Готовы ли вы благословить? Скажите свое «да»? Готовы. Они являются добрыми членами поместных церквей, имеют право на Божьи благословения. Вы склоните ваши колени, а мы давайте будем молиться за них. Наш, дорогой Господь и Бог, мы стоим сегодня перед небом святым, Джизис Крайс. О, благослови, Господи Божие! Мы просим благословения Твоего, Божие! Весь народ, все друзья, близкие, родственники церковь просит благословения, Господи Божие! Чтобы подтвердить то, что они сказали, Божие, мы просим во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аллилуйя, Господь! Джизис Крайс! Дорогой Отец, Господь, я предстала при лицом Твоем, Господи. Ни сегодня прошу Твое благословение надо мной, Давидом, Господи. Я благодарна Тебе, Господи, за то, что Ты был сам мне такой хороший, Господи. Зато, что Он такой добрый, Господи, ко мне и любит меня, Господи, и поддерживает меня, Господи. Господи, я благодарю за все, Отец, за то, что Ты охранил меня, Господи. И живая я, Господи, Отец, я могу Тебя славить, Господи, Отец. Я прошу, благослови наше будущее, Господи, что мы всегда любили друг друга, Господи, Отец. Для чего вы были хорошей женой, Господи, Отец. Я прошу, благослови наше семью, Господи, наши детки, Господи, чтобы они жили для Тебя и любили Тебя, Господи, Отец. Я прошу, Господи, для чего вы были хорошие родители, Господи, Отец. Чтобы правильно воспитали, Господи. Ты дай нам силы, Отец. Я прошу, Господи, не оставляй нас, Господи. Я благодарна Тебе за Твою любовь, Господи, за Твою жертву, Господи. Ты достоин, Господи, всей хвалы, Господи. Я благодарю за все, Господи. Я благодарю за мои родители, Господи, за то, что они воспитали меня. Любили меня, Господи, всегда были рядом со мной, Господи. Я Тебя, Господи, очень благодарю за все. Я прошу, Господи, помогай нам, Господи. В трудностях, Господи, в бедностях Ты всегда, Господи, будь с нами. Не оставляй нас, Господи, Отец, я прощу, Господи, благослови, Отец. Я Тебе за все благодарю, Отец, идущий Твой. Аминь. Боже, Иисус, слава Тебе, Господь. Боже, мы стоим здесь перед Тобой, Господь Иисус, слава Тебе, Иисус. Мы благодарим Тебя, Господь, что мы дожили до этого дня, Господь Божий, что Ты хранил нас, Господь Иисус. И, Боже, сейчас, Господь, мы нуждаемся, Господь, и мы верим, Боже, Иисус, что Твое благословение сходит на нас, Господь Иисус, слава Тебе. Боже, благослови Боже нашу всю жизнь, Господь Иисус Что мы всегда прожили в любви и радости, Господь Боже Что Ты, Боже, также нас храни надальше, Господь Боже Иисус Что мы любили друг друга всегда Благослови Боже наших родителей, Господь Благослови моих родителей, Господь Иисус И благодарю Тебя, что они вырастили меня Благодарю Тебя за Анжеликиных родителей Что они вырастили такую красивую, Боже Иисус Девушку для меня, Иисус, Боже, слава Тебе И благодарю Тебя, Господь Благослови Боже также нас с детьми, Господь Иисус Боже, слава Тебе, Аллилуйя, Господь, слава Тебе, благодарим Тебя также, Господь, что Ты, Боже Иисус, здесь, на этом месте, Господь, и Ты изливаешь, Господь, Иисус, Своё благословение на нас, Боже, благодарим Тебя за родителей, Господь, за друзей, Господь, Иисус, благодарим за всех, Боже, кто на этом месте сегодня, Господь, Аллилуйя, Господь, слава Тебе, Боже, мы также нуждаемся в Тебе, Господь, сохрани нас, Боже Иисус, каждый день, благослови нас, Боже Иисус, финансово, Господь, чтобы всё было всегда хорошо, чтобы мы, Боже Иисус, всегда служили Тебе, Господь мы никогда не отошли от Тебя, Господь Божий, чтобы все наше сердце только Божие влекло к Тебе, Иисус, Божий Иисус. Аллилуйя, Господь Иисус. Аминь. Дорогой Господь, я благодарна Тебе, Господь, что я вижу Свои души на этом месте. Господи, я славлю Тебя, Иисус. Однажды, Господи, когда был выбор, Ты подарил ей жизнь, Господь. Я благодарю Тебя, Иисус. Я славлю Тебя, Господь, что Ты, Господи, выбрал для нее жизнь, Господь. Я вижу, Господи, я здесь, предстоящая, я счастливая, любимая, Господи. Я благословляю именем Твоих, благослови их от верхних и нижних источников Твоих, Господь. Боже, благословляй, благослови их ненаследие, Господи. Проведи их через жизнь, доведи до неба их и их ненаследие, Господи, благослови их детьми, Иисус, чтобы и у них дети были благословенными, послушными, Господи. Так как была Анжелика для нас радостью, Господи, послушанием. Да будут у нее все дети такие, Господи. Благослови ее, Господи, Иисус, дай, чтобы дети приносили только радость, как она приносила нам, Господь. Я благодарю Тебя за нее, Господь. И дай, чтобы, Господи, она приносила радость мужу своему, Господи, чтобы она была мудрой, целомудрой, Господи, чтобы она любила, чтобы они вместе могли прожить радостную жизнь. Дай, чтобы, Господи, Давид был священником в доме, Господь. Благослови его, Господи, Иисус, награждай мудростью Твоей свыше, дай им ходить страхи при Тобой, Господь. Благослови их на жизнь, я прошу Тебя, возложи на них бронзенные Твои руки, Господи, дабы они почувствовали силу Твою, благословение Твое, и чтобы, Господи, Дух Святой всегда был с ними, Господь, проведи через жизнь, Господь. Благословляй, благослови их, дай благодетствие, сохраняй от всякой беды и всякого несчастья, от ударов судьбы береги, Господь, от всего несчастья, ненастья, Господи. Благослови, я прошу Тебя, и благодарю Тебя за все, Господь. Добудь с ним всегда, Господи. Аминь. Господи, Боже, Владыка неба и земли, Иисус дорогий, перш за все Тоби слава, хвала и благодарность за Твою любовь и милость, Господи, до нас усих, что милость Твоя до нас над нами до этого часа, и мы живы и здоровы хранимы Тобою. Слава Тоби, Господь, за все. Господи, и я бачу зараз дочку мою, Анжелику и Давида, Господи. Господи, они стоят, Господи. Жених и невеста, Господи. Просим Тво благословения, Авва, Отче, Дух Святый, чтобы Ты их благословил, Господи, от верхних и от нижних источников, Господи. Чтобы они служили Тоби истинно и верно, Господи. И ихни дети, Господи. Чтобы были здоровы, разумны, гарни и благословенны Тобою. И были христианами, Господи. Чтобы мы всею семьей, всею родиной, Господь, служили Тоби, были верны Тоби. Прошли этот жизненный путь, Господь. И унаследовали ту обитель, Боже, которую Ты приготовил для любящих своих. Благослови их Твоим отцовским благословением. И будь прославленный за все. Вечно живи Бог, Отец, Синь и Дух Святый. Аминь. Аминь. На пути истинно, в христианском, Господь. Садила их непоколебимыми. Держи в руках своих крепко их, Боже, и не отпусти из рук Твоих. И пусть жизнь их, Господи, будет всегда благословена Тобою. Аминь. Спасибо. Наш дорогий, Татушко, мы во имя Иисуса приходим до Тебе в этот час. Боже, дякую тебе, Господи, за этот день, который настав для нас, что мы доживаем до этого часа, Господи. Дякую тебе, Господи, за Давида. Дякую тебе за Анжеліку, Боже. Дякую тебе, Господи, что Ты, Господи, соединировали их сердца, Боже. Я дякую тебе, Господи, потому что Н granular охрана voyage всегда была над нами, Боже. Дякую тебе, Господи, что Господи, Ты забудешься про нас, Боже, до этого часа, и до этого часа ты нам помог, Боже, и нашим детям, Боже. Мы просим тебе, Боже, в этот час благословения на Давида и на Анжелику, Господь. Мы благословляем их именем твоим Иисусом, Господь. Дай, Боже, твоя благословения, Господи, они всегда будут в твоем присутствии. Таточка наш Небесный, их Дух Святый наполняй их, Боже, и благослови их родство, Боже, все выходы и входы на их, Боже, чтобы они ни в чем не мали нужды, Боже, чтобы, Господи, и их дети были, Боже, с тобою, Боже, в твоем присутствии завжди, Боже, и все наступные поколения, Боже, мы благословляем во имя Иисуса. Тобе хай будет слава, Отец, Сын и Дух Святый. Аминь. Отец наш Небесный, во имя Сына Твоя Иисуса Христа, на руках молитвы, Господи, мы представляем пред Тобой эту молодую чету. Господь, мы очень благодарны Тебе, Господи, как Господи Божий за Анжелику, так и Давида. Каждого из них, Господь, Ты в свое время, Господи, созидал, воспитывал, Господи, они переживали Твое благословение. Господь, Ты, Господи Божий, открывался им. Господь, они узнали Тебя, Иисус, хвала Тебе. А сегодня, Господь, тогда, когда их не в гостке пути, они переплелись, Господь, и не полюбили друг друга, и сегодня они на этом месте, чтобы получить Твое благословение в жизнь. Ава, Отче. Ромай на глори краменус. Во имя Иисуса Христа. Мы призываем, Господи Божий, Твою, Господи, благодать. Мы призываем, Господи Божий, Твое благословение на эту новую семью. Господь, благослови их. Господь, благослови их наследие. Благослови их здоровье, Господи Божие. Господи, пусть они знают о этой доброй сокровищнице неба. Господь, чтобы она была открыта для них господь и что господи тогда когда они будут проходить этот жизненный путь они обращались к тебе они пользовались твоим благословением господи боже они ходили гости пред тобою и тогда когда настанет то время они могли господи боже иметь это вечное блаженство господь с тобою благослови их хвала тебе да будет имя твое прославлено всемогущий бог отец и дух святой аминь наш дорогой господь мы глубоко верим что сейчас на этом месте происходит величайшее таинство соединения этих двух людей в одно целое боже давид и анжелика господи дети твои господи пускает вечного твоего престола придет твое благословение господи придет господи боже подтверждение твоего решения господи о создании этой семьи господи мы просим благословения мы призываем имя твое святое да будут они благословенны да будут господи боже они в твоей руке во все дни жизни который ты предназначил а для этих молодых людей пускай любовь живет в ихнем сердце боже и двигает господи жизнью их не господи в скудности или богатстве господи а в здоровье господи или в немощи господь пускай ты проявляйся через жизнь этой семьи отдай им благословения отдай господи боже благословение устройство во всем и материальное и духовное господи пускай их я жизнь будет посвящена тебе если ты желаешь на деле господи детками и пускай они имеют от этого благословения радость и счастье да им добрые отношения со всем и господи с кем они встречаются в жизни и пускай они видят что это тебе господи и что ты создал их семью мы придаем их твоей благодати во имя отца сына и святого духа аминь пожалуйста теперь можете подняться теперь подойдите ваше дорогие братья и сестры дорогая церковь сегодня я проповедник евангелии во имя отца сына и духа святого связи с тем что эти молодые люди пообещали перед богом и перед нами любить друга друг друга и быть верными и пообещали жить неразлучно своей жизни я объявляю аджелику женою для давида давида объявляю мужем для аджелики моё объявление во имя отца сына и святого духа скажите аминь теперь опустите ваши руки моих руках библия слово божие ней записано девятнадцатой главою шестым стишком так что они уже не двое но одна плоть и так что бог сочетал того человек да не разлучает будьте благословенные до вечности идти вместе но мы живем на территории штата вашингтон в стране которая пожалуйста присядьте вся стране которая имеет название соединенные штаты америки так и мы подчиняемся законам с этой страны поэтому сейчас молодые люди подпишут свой первый официальный документ и юридически то что бог сделал они подтвердят пожалуйста молодые люди дружки возьмите вот этот столик красивый так у меня вопрос к вам первое испытание кто будет подписан первым подписывать глава семьи пожалуйста хорошо и второй документ пожалуйста так так очень так так и поднись за махом. Спасибо. Дружок первый. Пожалуйста. Еще раз видно, что я поставлю здесь. И здесь. Дружка, пожалуйста. Оставьте здесь подпись. И здесь. Спасибо. У нас уже есть подписанный документ. Но вы знаете, мы живем на земле. Вы помните, братья, сестры, все гости, что мы на земле. На земле существуют народные традиции, по которым молодые люди обмениваются кольцами. Пожалуйста, принесите эти замечательные колечка, которые приготовлены так. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 Благословит вас Господь. Благословит вас Господь. Об этом я вручаю вам ваш первый документ. Будьте благословенны и радуйтесь. Пожалуйста, время поздравлений. Овед drums. Оведов. Конечно, дети. Спасибо. Продолжение следует по ссылке. Благословит меня. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...